Большинство наших собеседников признавались, что любят посещать театры. Я с детства театралка, я очень люблю театр. Сама когда-то играла немножко и люблю, просто влюблена. Ну, драмы, наверное, скорее. Опера. Я даже не могу предсказать, это почти нечем. Там своя атмосфера, которой в повседневной жизни очень мало. Любим посещать с внучкой, посещаем кукольный театр. С мужем любим оперу и балет. Как-то так вот спектакли драматические, драматического театра, ну, как-то почему-то сейчас меньше нравится. А вот опера очень есть достойный, ну, и балет, особенно когда при гастроли. Очень. Ну, хотя и наши некоторые спектакли нашего театра, оперного, тоже неплохие. Нашу оперный театр больше всего люблю. Честно, мне абсолютно все равно, на что смотреть. Молодое поколение, как выяснилось, тоже не чуждо театральной культуре. Кто-то организовывает походы самостоятельно, а кого-то родственники мотивируют. У меня есть старшая сестра, вот она постоянно посетитель, и вечно нас так приобщает. Пойдемте в театр, в кино, везде, куда только можно. Да, сейчас как раз иду. Мы, что там с предками связано, уже не помню. Я так спешу. Ну, раз в месяц нужно обязательно посещать театры. Бывают ситуации, что не получается, уже скучаю. Хочется вот выйти, насладиться. Поделились одесситы и самыми запоминающимися моментами из своей театральной копилки. Когда приезжал балет Эйхмана. Очень сильный спектакль. Потом, еще, конечно, когда была жива Плесецкая, мы попали на Кармен Суиту. Вот это были ее последние, самые-самые последние. Вот это, конечно, впечатление на всю жизнь осталось. Месяц назад «Кошкин дом» замечательный, замечательный спектакль. Очень хорошо играют актеры, детям очень нравится, и внучке нравилось, и там полный зал был. Ну, вот эти специальные спектакли, которые у нас «Особо женатый таксист» уже был не один раз. В джазе только девушки, «Леди с найт». Это такие вот. Ну, и тоже в русском театре это «Наполеон и Жозефина». Как бы интересная такая версия. Последний раз, правда, месяц назад я была. Нам дети подарили на «Сильве» в мускомедии. Очень понравилось. А кто-то пока лишь в ожидании прекрасных впечатлений. Завтра иду. Правда, это филармонии на… Там идет представление с разных сериалов, музыка. «Lord of the Sound», если не ошибаюсь. Одесситы признаются, что жить в городе, где есть выбор театров и представлений – такое же большое счастье, как и иметь рядом море. Потому что море впечатлений в зале столь же мощно-позитивно влияет на человека, как и общение с гармоничной стихией. Редактор субтитров А.Семкин